Приветствую вас. Прочитал ваше первое сообщение. Смотрите. Как действовать, если есть фобия ассоциальной? Если у вас есть фобия, то действовать вам нужно только через обращение к специалисту психотерапевт. Самостоятельно с фобией вы не справитесь. Она находится за пределами вашего привычного мышления. Как не помогут вам и созданию стен. Вот. И вопросы, и ответы на них. Самостоятельно с фобией работают индивидуально. Да, в 15 лет вы пережили определенное состояние. Состояние беспомощности. Полной беспомощности и полной потери контроля. И теперь для того, чтобы у вас была защита в полной мере, вам необходимо, чтобы был кто-то рядом. У вас такая вот не классическая фобия одиночества, а фобия одиночества, связанная именно вот с потерей беспомощности. То есть страх, страх оказаться беспомощным. И здесь лично я вижу неумение полагаться на свои чувства. Особенно с учетом до того, что у вашей мамы то же самое происходит. Вы говорите, что у нее то же самое, только больше, но фобии нет. Во-первых, вы этого не знаете, потому что фобии не всегда являются явными. Иногда человек может сам их компенсировать, то есть ваша мама пытается все контролировать и везде все по порядку должна быть. Это и есть компенсация фобии. Так что говорить о том, что у нее нет фобии, весьма безответственна с учетом ее поведения. Ну а что касается вас, то вас это просто ярко выражено. В плане того, что вы, в отличие от своей мамы, отражаете ее желание не контролировать все подряд. И вообще обморочное состояние, которое с вами случилось, оно вероятно является следствием этого. То есть вы стали жертвой, точнее вы являетесь жертвой, не стали, а являетесь с самого рождения конфликта своей мамы. Которая с одной стороны хочет, чтобы вы ничего не контролировали и сама не хочет контролировать ничего. А с другой стороны все равно контролирует и учит этому вау. И обмороченное состояние вполне возможно вызвано было именно этой историей. Этим конфликтом, этим противоречием. Вот. Соответственно работа с эмоциональной сферой, больше полагаться на собственные чувства, на собственные ощущения, на собственные желания. Работа с личными границами и правилами, что позволит вам чувствовать себя защищенной вне зависимости от того, одна вы или нет. Работа по принятию себя полностью такой, какая вы есть. У меня есть ощущение, что этого принятия нет. И не будете вы бояться одиночества так, как боитесь его сейчас. Сейчас. Вот. Ну и все родительским сценарием, безусловно, тоже имеет смысл поработать. Как имеет смысл поработать, наверное, в контексте, допустим, гисталтерапии с теми переживаниями, которые у вас произошли, когда вам было 15 лет. Вот. Такой мне видится схема работы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.